18 часов в Одессе в прямом эфире 7 новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Очередное наводнение и город парализован. Ураганный ветер и проливной дождь обрушились на Одессу с вечера понедельника. К утру многие улицы оказались полностью затоплены. О последствиях урагана Екатерина Лапицкая. На улице Балковское движение почти полностью парализовано. Из канализационных люков фонтаном вздымаются потоки нечистот. Водители, стоя по колено в воде, выталкивают заглохшие автомобили, лишь бы подальше от затопленных участков, где уже стоят четырехколесные утопленники. Эту иномарку пришлось извлекать из центра водного бедствия на Балковской. Автомобиль одного из операторов седьмого канала тоже пострадал. Не смог преодолеть участок на улице старопорта Франковской, как и машина скорой помощи. Ливневки просто в идеальнейшем состоянии. Идеально просто. Вот в городе просто супер. Я на выборах буду вот это видео показывать там, возле кабинки избирательной. Пешеходам не легче. Как и проезжая часть, тротуары и межквартальные проезды тоже оказались затоплены. Чтобы перебраться на противоположную сторону улицы, приходится идти по колено в воде. Район Пересыпи тоже по традиции затопило. Плотный поток машин оказался в водном плену. Преодолеть этот участок удается не всем. Приходится выталкивать заглохшие автомобили. Движение общественного транспорта затруднено. Ряд маршрутов, трамваев и троллейбусов не работает. Маршрутки переполнены, а если удалось сесть от потопа, все равно не скрыться. Первый же дождь показал эффективность работы муниципалитета. Ливневки забиты и не справляются. К слову, накануне потопа горсовет в который раз признал неисправность ливневой системы. На проектировку новой хотят потратить 23,5 миллиона гривен. Общая смета проекта около 3 миллиардов. Ливневая система улицы Приморской имеет стопроцентную изношенность. Во время ливней она переполняется. Через переливные окна по четырем самодечным выпускам стоки поступают в море. Такая же ситуация и в других районах Одессы. Это подвергает угрозе жизни и здоровья отдыхающих на всех пляжах. При интенсивных осадках Приморская и Таможенная площадь затапливаются. Через люки колодцев, хозбит стоками и продуктами жизнедеятельности. А пока ищут деньги, Одесситам и дальше придется в дождливую погоду добираться на работу в Плайв. Екатерина Лапицкая, Алексей Барановский, Дмитрий Колцын, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. И пока к другим темам, к непогоде вернемся. В Черноморске задержали опасную преступную группировку. Банда занималась кражами, вооруженными нападениями и торговлей наркотиками. Прикрывали преступный бизнес четверо правоохранителей. По двое полицейских и прокуроров. Сломанные бронированные двери. В квартире вооруженные бойцы Альфы. Обыски в Черноморске начались с 7 утра. В доме у этого мужчины нашлись маски, дубинки и холодное оружие. Полный набор налетчика. В соседнем от города сели обыскивают частный дом. Внутри задержанный хозяин. Во дворе плантация конопли. Более 20 бережно высаженных кустов. Вчиняли криминальные правопорушения, повязанные с незаконным оборогом наркотичных речей. В Черноморскую банду входило минимум 10 человек. Кроме краж и торговли наркотиками, ОПГ подозревают в вооруженных нападениях, избиениях и других преступлениях. Банда годами безнаказанно работала и в Черноморске, и в Одессе. Все благодаря надежной крыше в правоохранительных органах. По данным следствия, преступникам помогали двое местных полицейских и двое прокуроров. Нам установлено, что сопоучастники этого злочина, которые правоохранители, они разработали план, каким образом, отвернуть подозрение от людей, которые действительно совершили этот злочин, и покласти каких-то мифических третьих людей, которых будут долго-длого рассчитывать. На след банды оперативники вышли благодаря другому громкому делу. В декабре СБУ заподозрило восьмерых полицейских из Черноморска в пытках. Как выяснилось, один из палачей в погонах к тому же входил в ОПГ. Вскоре всем задержанным изберут меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на аресте. Константин Гак, Константин Длужневский, Седьмой канал. Обвал на Молдаванке. В жилом доме на улице Колонтайской, 51, рухнула часть несущей стены на первом этаже. Никто из жильцов не пострадал, но здание теперь в опасном состоянии. В ЖКСе людям рекомендовали покинуть свои квартиры на несколько дней на время обследования дома. Утром люди услышали грохот и выбежали из квартир, кто в чем был. Во дворе они обнаружили гору камней, под несущей стеной на первом этаже. Она просто съехала вниз, оставив провал в здании. Клуб такого дыма был, а пыли просто обвалилась стена. Был ЖКС, посмотрели, но поехали дальше собирать бумажки. Мы боимся, что это все рухнет среди ночи. Если еще пойдет вот так вот дождь, я думаю, что реально за сутки он может рухнуть. В квартире на первом этаже, которая осталась без стены, никто не жил. Во время обрушения камни потянули за собой решетки на окнах и водосточные трубы. Остальная часть стены, которая осталась на месте, покосилась и отошла от фасада здания на несколько сантиметров. Сейчас несущая стена жилого дома держится на самодельных подпорках. Их жильцы установили сразу же после обрушения. Если трубы убрать, обвал уже ничем не остановить. По словам жильцов, это здание построено в конце 19 века. И здесь никогда не делали капитальный ремонт. Последние несколько дней дом скрипел, а с фасадной стены осыпался камень. Холодильник опустился на стенку уже, лег. Трещит все время, как песочек сыпется, треск такой вот идет, как между камнями, наверное, что-то осыпается. У меня пол и стена, она дребезжит. Уже практически в течение двух суток просто дребезжит. Мне предложили просто эвакуацию. Пока квартиры не рухнули, люди лихорадочно собирают вещи. Многие жильцы находятся во дворе и на улице, под проливным дождем. Куда идти, не знают. Сказали, что на три дня подписываете бумаги, что на три дня вы съезжаете с квартир. Я спрашиваю, куда съезжать. Он говорит, что можете съезжать в жековую нашу комнату. С раннего утра все в ожидании экспертов жилищно-коммунальных служб и представителей городской власти. Но никого нет. Прошу направить начальника участка данного жека по месту вызова. Как поняли прием? Жек уже отречен. На месте сотрудники ГСЧС. Но они не знают, что делать. Говорят, если завалы разобрать, дом может рухнуть. Лучше не рисковать. Тут стена кривая, она вся в трещинах. Естественно, тут очень опасно все разбирать. Произведет полный обвал. Где-то представители дома управления, для того, чтобы хотя бы с ними можно было разговаривать. Ну и сам будет жек заниматься этим вопросом. Ничего не горит, жизни не угрожает. Жизни как раз угрожает. Сегодня в опасном флигеле во дворе на Колонтаевской 51 остается жить шесть семей. Мы будем и дальше следить за их судьбой. Юлия Федорова, Евгений Руденко, Седьмой канал. Ну а я напомню, за прошедшие сутки в Одессе выпало более 100 миллиметров осадков. Без света остались тысячи домов, рухнули десятки деревьев. Городские службы подвели первые итоги последствий непогоды. Городские чиновники, прошедшие в Одессе дождь, называют рекордным с 1887 года. Говорят, выпало больше 100 миллиметров осадков. Уточняют, такое количество воды коммуникации не могут принять технически. Ночью шел дождь, в принципе, степенно, и особых проблем не возникало. А вот когда пошел уже ливневый сброс осадков, тогда у нас начал подниматься уровень воды. И коллектора не справлялись с поступающими атмосферными осадками. По всему городу затопила улицы, расположенные в низине. Помимо утонувших автомобилей, от воды пострадали электроподстанции. Учитывая то, что большое количество ТП было подтоплено в связи с большим количеством атмосферных осадков, то на сегодняшний момент у нас в отключении 51 ТП, который обслуживает 2040 домов частного сектора и 62 дома, которые имеют повышенную должность. Помимо подтопленных подстанций, оборвала и линия электропередач. В Облэнерго поступило около 100 заявок. В первую очередь мы обезвреживаем те обрывы проводов, которые могут привести к жертвам среди населения. Вот у нас зафиксировано таких обрывов, 17 пока. И вот мы их сейчас практически все обезвредили. Что это означает? Это означает, что мы их на опоре обрезали, люди остались без электроэнергии, но на земле их уже нет. В результате непогоды рухнули минимум 67 деревьев, говорят в Горзелентресте. Их уборкой занимаются 8 бригад. Повредило по городу порядка 8 машин. Сложность заключается в том, что мы приезжаем на вызов по машинах, но еще не было полиции, не было страховых компаний, поэтому приходится уезжать. От коммунального предприятия «Городские дороги» работают 150 специалистов и 35 машин спецтехники. Чиновники опасаются, что если ливень пройдет еще раз, последствия могут быть тяжелее. Александр Полуев, Алексей Барановский, 7 канал. Тем временем о сильных осадках синоптики предупреждали за три дня. Сводки о приближении шторма давали чуть ли не с пятницы. При этом сегодняшняя стихия бьет рекорды. Выпало уже более 100 миллиметров. Месячная норма для Одессы для сентября месяца составляет 36 миллиметров. То есть, можно сделать вывод, что у нас выпало около 2,5 месячной нормы осадков. Только за, получается, вот эти 12 часов. Отмечу, к 9 вечера дождь закончится. Завтра существенных осадков не ожидается. Зато прогнозируют порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду ночью. Без электроэнергии остались 24 населенных пункта в Одесской области. По данным ГСЧС, сейчас их восстанавливают. Задействовали 11 бригад облэнерго. Кроме того, спасатели эвакуировали из водного плена 3 автомобиля на проспекте Маршала Жукова, а в поселке Шаба маршрутный автобус. Что касается Одессы, облэнерго обещает полностью ликвидировать последствия непогоды. К завтрашнему вечеру в городе без света сейчас около 2000 частных домов. Реки воды и фонтаны из канализации были и на таможенной площади. Правда, очистить ливневки и проезжую часть пришлось сотрудникам Одесского порта. Коммунальщики там так и не появились. Таможенная площадь. Вода струется здесь просто реками. Правда, в этот раз ее немного меньше привычного. Все потому, что она благополучно уходит в ливневки, которые, заметьте, чистят сотрудники Одесского порта. Владимир Николаевич работает в порту 9 лет. Столько же времени на таможенной площади он чистит ливневки. В помощь метла и лопата. Чтобы избавиться от листьев, целлофана и прочего мусора, приходится едва ли не по колено стоять в воде. Там бывало год, два, три, пять назад люки взрывало. Подлетало метр три-четыре. Такой напор воды был. Ну когда сильный дождь? Ливий. Копана вместе с камнями совсем. Сейчас более-менее нормально. В помощь сотрудникам порта выехала тяжелая техника. Тоже от порта. Задача трактора – чистить проезжую часть от песка. Постепенно вода все же уходит. Но из некоторых ливневок продолжают бить фонтаны. Непогода многим испортила не только обувь, но и настроение. Ну что бы сегодня утром поехал. Даром поехал, называется. Почему даром? Ну пар не было, учителя не приехали, зато все мы приехали. Отпустили нас. Я сейчас подожду, если будет какая-то маршрутка. Если нет, то иду до Пересипа и там уже посмотрим. Потоп? Да, где-то залило, где-то вроде. Зато пробок не очень много. И действительно, транспорта на дорогах здесь очень мало. В том числе и городского. Чтобы уехать на поселок Котовского, люди очень долго ждут маршрутку. Если те и приезжают, то забитые под завязку людьми. Кристина Немченко, Андрей Кульба, Седьмой канал. На улице Фабричная затопило подвал жилого дома. На Слободке люди самостоятельно роют траншеи для отвода воды. Среднефонтанская площадь, как и всегда, превратилась в озеро. Как обстоят дела в разных районах города, расскажет Анастасия Кожушка. Жители Слободки страдают от отсутствия ливневок. Во время дождей их дома сильно подтапливают. Вода льется под дом, в дом. Сырые стены стали полностью. Цветут стены, потому что вода под дом идет. Лариса Зиновьевна рассказывает, подтапливать стало после того, как на ее улице сделали дорогу. Долгожданный ремонт вылился в большие проблемы. Была грунтовка, положили асфальт, не сделали ни откосов, ни водоотводов, ничего. Чисто отмыли деньги, значит, называется. А эта женщина взяла все в свои руки и самостоятельно решила прямо под дождем вырыть траншею, чтобы вода хоть немного уходила. В комнатах уже начала появляться влага на стене, вон все под домом. На Черемушках ситуация не лучше. Здесь коммунальщики блеснули умом. Несмотря на штормовое предупреждение, вчера вечером они решили проделать дыру в стене одного из жилых домов. Для чего жильцы понять не могут до сих пор. Теперь у них полный подвал воды, а дыру пришлось заделывать самостоятельно. На это пошли все подручные средства. Сегодня всю ночь в эту яму лилась вода. А дом старый? Дом старый. Где акт? Кто что должен? Почему? Для чего менять? Мы до сих пор не знаем. Или им галочку надо было поставить. Все вода была. Это сейчас пока закрыли на время. А вода идет под низ. Подвал дома полностью затоплен. Люди в отчаянии. Вот это там все вода. Вот это все вода там. И она уже сюда стала идти. Видите? По всему городу лежат упавшие деревья. А вот так на проспекте Гагарина чистят ливневые стоки. Как и всегда. Почему-то после ливня. На Среднефонтанской площади прямо на перекрестке теперь озеро. Здесь машины проезжают с трудом, при этом теряя номерные знаки. Некоторые не растерялись и предлагают забрать их за деньги. Средняя такса 200 гривен. Сейчас вся эта дорогостоящая коллекция находится на Среднефонтанской 57. Анастасия Кожушка, Валентин Мирза, 7 канал. Ну я отмечу, что с найденными автомобильными госномерами в патрульной полиции советуют поступать так. Если найдены номерные знаки, первый вариант отдать их патрульным, которые поезжают, либо находятся рядом. И инспектора придут, отдадут в административную практику, где владелец может зайти забрать. Это Королева 5, третий этаж, 301 кабинет. Если же водитель утерял и не знает, как быть, то, конечно же, тоже обращайтесь к нам. Утром мы на страничке Facebook патрульной полиции Одессы отфотографируем и утром выставим те номерные знаки, которые у нас находятся в административной практике, которые мы готовы вернуть владельцам. Ну и также будем информировать жителей Одессы о том, что у нас есть. И, конечно, мы будем готовы их вернуть владельцам. Также просят водителей прикреплять госномера надежнее. Стандартные пластиковые рамки со временем пересыхают, что приводит к их потере, особенно с учетом дождевых потоков. Жители улицы Толбухина не могут выйти из своих домов. Несколько недель назад коммунальщики вырыли траншеи, чтобы начать ремонт труб. Закончить планировали до 18 сентября. Но, несмотря на прогнозы синоптиков о непогоде, в сроки не уложились. В результате грунт размыло, ямы только увеличились, машины местных жителей попали в ловушку. С утра на дорогах зафиксировали рекордные десятибальные пробки. Дозвониться и вызвать такси было проблематично. В некоторых службах трубку не брали вовсе. В остальных повышенные тарифы и часы ожидания. Наши корреспонденты позвонили по десяти различным номерам. И мы узнали, сколько в непогоду стоит проезд по городу. Машин нет. Машин нет? Да. А какие тарифы расскажите? Полуторный тариф делать. Скажите, а машинки есть у вас? Надо ждать. А сколько примерно? Пока не могу сказать. Полчаса, час. А тариф у вас какой? Полуторный. От Вильямса 42 и до десантной 14. Сколько будет стоить? Тридцать пять. В около часа ждать. А тариф какой? Полуторный. Скажите, от Вильямса 42 до десантной 14. Сколько это будет стоить? А 210 гривен. Скажите, а тариф какой у вас сегодня? Повышенный. Рекордный пять. До пятой станции, до остановки. Пятой станции. 111. У нас тариф обычный, но у нас нет машин. Ждут люди машины с 7 утра, уехать не могут. Понятно. А причина? Причина. Затоплено полгорода, пробки стоят, аварии, все что угодно. И пока одни одесситы жалуются на непогоду, выкладывают в социальные сети фотографии с утонувшими автомобилями и затопленными улицами, некоторые жители пытаются находить в этом позитив. И купаются прямо в лужах, благо уровень воды позволяет. Затем мужчина повторил свой прыжок и снова окунулся в воду. За три часа видео набрало около 10 тысяч просмотров. И к другим темам. Еще один наглядный пример помощи малому бизнесу в кавычках. У сапожника забрали его мастерскую. Одессит остался без места работы и оборудования. С долгами один на один. Как это произошло, выясняли наши корреспонденты. Принято считать, что настоящий сапожник сам должен быть без сапог. Александр Девятков видно, что называется сапожных дел мастер от бога. Так как остался не только без обуви и без оборудования, на котором эту самую обувь чинил, но и даже без своей будки башмачника. У меня на Ильфа и Петрова 27 украли сапожную действующую мастерскую. Приехали и снесли с оборудованием. Обувь клиентов там была. Еще в пятницу расположенный во дворах по улице Ильфа и Петрова маф разобрали неизвестные и увезли. Продавцы из соседнего магазина утверждают, это сотрудники управления торговли горсовета. Сам Александр говорит, у него была задолженность по аренде земли. Но он ее якобы погасил вовремя. Я оплатил аренду земли, закрыл долг, приехал в управление торговли. Мне в управление торговли сказали, чтобы я обращался в единое окно, продлевал договор аренды земли. Управление торговли мне не говорило и не давало никаких предписаний о том, что будут сносить мне мастерскую. На этот шедевр малой архитектуры у Александра есть все документы. Кому помешала стоявшая тут 35 лет будка, недоумевает. Единственная версия, кто-то положил глаз на землю, под очередной гараж. Иначе, как произволом, сапожник ситуацию не называет. Чтобы найти свою пропажу, обратился в правоохранительные органы. Это полиция. Добрый день. Александр надеется, копы выяснят, куда делась обувь, дорогостоящие оборудование и сама будка. Вот такая вот была у меня мастерская, вот стояла вот на этом месте. А иначе он просто банкрот. Буквально на днях мужчина взял кредит, чтобы погасить задолженность по аренде земли и провести новую линию электропитания. Старую отключили за неуплату. Правда, освоить займ не успел. Освещать пока нечего. Сергей Бандур, Алексей Пережилин, Седьмой канал. Тем временем некоторые операторы связи сделали вот такую рассылку. В том случае, если вы не можете дозвониться по экстренным номерам 101, 102, 103 и 104, в связи со сложной ситуацией в Одессе, предлагают звонить на номер 372. Однако это предложение действует только для абонентов LifeCell. Итоги подведем в 20.00. Сейчас не переключайтесь, в эфире снова наш марафон, а не погода.